Всем привет! Сегодня о лапрери. Это мой уход сейчас и я хочу показать, чем я пользуюсь. Начну со своей недавней покупки в марке. Такое красивое оформление с серой шелестящей бумагой. Очень люблю оформление от лапрери. Оно такое чистое и роскошное. Итак, купила я тоник. Этот тоник синего цвета. Называется Cellular Defining Lotion. Это просто коробочка. Выглядит он вот так. Покупаю я его не в первый раз. Он у меня уже, кажется, четвертый или пятый раз. И в этот раз тоже думала купить, может быть, розовый. Но все-таки остановила свой выбор на нем, потому что от него мгновенно сияет лицо. Мне это очень нравится. Это стеклянная бутылка. Прекрасное оформление. Нужно быть очень аккуратной. Дозатора здесь нет. Немножко меня это смущает. Но есть в этом какая-то роскошь. Вот такая огромная бутылочка. Здесь 250 мл. Ну, обычно стандартно. Сейчас у меня белая корная линия, поэтому к ней я купила лосьон. Это тоже лосьон и это лосьон. Но мне кажется, что вот этот лосьон, это больше тоник. А этот лосьон, это больше эмульсия. Поэтому я их вот так вот и купила. И здесь написано в инструкции применять после очищения и тонизации. То есть синий лосьон я использую как тоник. Тонизирую кожу и после пользуюсь вот этим лосьоном. Эта линейка направлена на сияние кожи. Здесь тоже нет дозатора. Это пластик, уже не стекло. Но красивое оформление. Линейка направлена на сияние кожи, на укрепление, на повышение упругости. И осветление. То есть она осветляет кожу и удаляет пигментные пятна. У меня есть два пигментных пятнышка. Таких очень небольших. Вот здесь два. И я хочу их убрать, потому что они каждый раз меня раздражают, когда я вижу. Их когда крашусь. Поэтому я выбрала именно эту линейку сейчас. Очень мне интересно попробовать линейку самую дорогую. Платина. Но у меня будут пробники. Моя подруга что-то покупала. Ей подарили пробники. Она говорит, для меня это очень жирный уход. И она мне его пришлет скоро. Вот я вам тоже покажу, поделюсь. И буду им пользоваться. Достаточно такие большие пробнички. И расскажу вам о нем. О них. После этого всего я использую. Я все это покажу вам. Потом как я это использую. Это не будет просто такое голословное видео. Вот такую сыворотку, которая мне очень-очень понравилась. Это из другой линейки. Это уже не белая линейка. Это синяя линейка. Скин Кавьер. Она мне тоже очень нравится. Но если говорить честно, самая моя любимая линейка. Это самая недорогая линейка. Анти Эйдж. Серые упаковочные. Такие они может быть не самые красивые. Но это очень результативный уход. Я вижу от него хороший результат. Ну, я покажу, как наносится. Поэтому не буду сейчас вам говорить. Это вообще линейка направлена на подтяжку. Если вы хотите подтянуть свою кожу, пожалуйста. Хотя я в это не очень-то верю. Я больше верю в сияние. В улучшение текстуры кожи. Вообще ее плотность может быть как-то улучшится. Но чтобы подтянулось лицо, я таких не встречала продуктов. Ну, мало ли. Еще у меня есть вот такой плотничек. Я его попросила, когда покупала лосьон. Хочу купить его полный размер. И мне было интересно, есть ли от него какой-то эффект. И вот пока я им пользуюсь совсем еще чуть-чуть. Я вам тоже покажу потом нанесение. Смотрите, он какой интересный. Здесь такие шарики. Они находятся внутри какой-то сыворотки. Вообще это сыворотка. И когда нажимаешь, они все вместе там перемешиваются. И уже такая однородная, достаточно однородная консистенция появляется. Тоже очень приятная сыворотка. Но мне она показалась легкой и гораздо легче, чем, например, вот эта синяя сыворотка. Возможно, потом я куплю себе еще и сыворотку синюю. Но пока я вот хочу белую, чтобы у меня была полностью вся белая линейка. Давайте перейдем к самому главному продукту. А самый главный продукт это вот этот крем. Это крем для лица. Вот так он смотрится, так он выглядит, находится на таком пьедестале. Здесь книжечка. И здесь просто книжка о том, как наносить, как использовать инструкцию. То есть обычно она бывает вот такой. А здесь сделали так, более солидно. Такая приблуда. Вот. Давайте вернемся к крему, потому что он действительно выглядит роскошно. Красивый, очень красивый крем. Я долго им любовалась. Вот так открывается. И здесь находится дозатор. И такая кнопочка. Ну, не кнопочка, а просто выемка для того, чтобы нажимать. И отсюда появляется сам крем с очень нежной кремовой текстурой. Я люблю кремовые текстуры, не люблю гель. Мне нравится, что это легкий крем. Но вот для зимы я бы предпочла сейчас, по крайней мере, да. Вот я предпочла бы что-нибудь более питательное. Скоро весна. Здесь 60 миллилитров не хватит еще и на весну. И это будет в самый раз для весны. Это будет самая подходящая текстура. Пока я не могу вам сказать о его действии. Я вижу только то, что лицо сияет от этого ухода. Но сказать, что он убирает покраснение. Давайте я прочитаю. Вот я пока пользуюсь меньше, чем неделю. Ну, мне кажется, это еще рано. Но обычно отопрерив все средства как-то очень быстро себя показывают. Ну, вот здесь написано, способствует уменьшению пигментных пятен. Пока еще я не знаю. Мне подписчица, она написала, что она полностью почти вылечила свое лицо. Не то, чтобы вылечила, но исчезли у нее эти пятнышки. Борется с тусклым цветом лица и пигментными пятнами. Выравнивает тон кожи, делая безупречным. Улучшает текстуру, повышает упругость. Здесь не написано. Вот я где-то читала, что он покраснение удаляет. Ну, я этого пока не заметила. Сияние, да, очень сияет кожа после этого ухода. Это сразу видно. Но я это все покажу. Больше пока ничего. Для шеи я хочу все-таки использовать эту самую дорогую линейку. Потому что шея суши, чем кожа на лице. Несмотря на то, что я использую всегда кремы и на шею, и на зону декольте. Но пока вот так. У него очень интересная одушка. Он пахнет немного мыльно. Это интересно. Потому что обычно у в апреле есть такая одна одушка. Как бы одна для всех. Но вот здесь нет. Ощущения иногда у меня бывают, что я пользуюсь каким-то средством для стирки. Но это такое ненавязчивое. Не подумайте, что это прям как стиральный порошок. И там задохнуться можно абсолютно. Нет, это такая легкая одушка. Мыльная и плюс с умыванием. Может быть, можно сравнить вот так. Давайте я покажу еще, что у меня есть от Лапрери. Это средство для очищения кожи. Это бальзам для очищения, который мне тоже очень нравится. И который прекрасно удаляет макияж. Несмотря на то, что средство не предназначено для того, чтобы удалять макияж. Вот здесь такая лопаточка. И этой лопаткой, давайте открою. Баночка очень похожа на пилинг. Вот. Такая приятная текстура. Скоро он у меня закончится. Уже половина осталась. Я очень редко им пользуюсь. Потому что для таких продуктов нужно особенное настроение. Чтобы охота была вот это все делать. В основном я пользуюсь гидрофильным маслом. Это быстрее, проще. И тоже, в принципе, ритуал. Но такой быстренький. От этого продукта у меня есть салфетка. Вот она у меня здесь всегда висит. Салфеточка просто хлопковая. И наносим на сухую кожу этот бальзам. И потом влажной салфеточкой я удаляю макияж. Потом, естественно, я использую пенку, чтобы было полное очищение. Лучшее очищение. Ну, давайте теперь перейдем к пробничкам. Потому что у меня их много. Вот сколько. У меня есть два пробничка. Это крем для кожи вокруг глаз. Когда я буду наносить, я о нем расскажу подробнее. Остановлюсь на нем. Пока просто вам покажу. Похвастаюсь. По 3 мл. Здесь 6 мл. Если обычно в креме для кожи вокруг глаз бывает 15-20 мл. Вот у меня треть, можно сказать, этого крема есть. Я смогу, наверное, вам оставить все-таки свой отзыв о этом креме. Стоит ли он своих денег. И еще есть у меня один крем для кожи вокруг глаз. Это линейка Skin Gavier Luxe Eye Cream. Ну, тоже расскажу о нем. Хотя он у меня был. И могу сказать, что он у меня не произвел впечатлений. Зачем долго ждать? И еще у меня есть по 5 мл. Два таких же пробника. Вот как мой крем. День 60 мл. Из белой икорной линейкой. Так что у меня 70 мл, можно сказать. И ненадолго хватит. Хотя я уже думаю, чем я буду пользоваться потом. Еще у меня есть один маленький пробничек SPF. Ну, мне он не нужен. Потому что я всегда использую тональный крем с SPF. Я знаю, что чем пользуешься в конце, то и действует. Поэтому если в конце я использую тональный крем, то он меня и защищает. А крем мне, собственно, не нужен. Я очень рада, что я вернулась к этому уходу. Рада, что я могу с вами поделиться, рассказать вам о нем. Но самое главное, я, конечно, жду результата. И вы знаете, все-таки есть очень много достойных марок. Я их показывала. И действительно, они работают. Но пользоваться лапрери и пользоваться другими марками – это две большие разницы. То есть есть такие вещи, которые мы используем, знаете, как невкусную пищу в качестве лечения. Вот, например, прописали вам, есть только молочные продукты, потому что желудок не в порядке, допустим. И вы едите, но не получаете удовольствия, потому что надо. И вот весь остальной уход у меня как будто, знаете, нужно увлажнить кожу. А когда я пользуюсь лапрери, это такое удовольствие. Я не думаю, что мне это надо. Я просто хочу. У меня каждый раз тянется рука. Я прихожу домой вечером и думаю, сегодня я буду очищать кожу и наносить роскошные средства. И также утром, когда я встаю, я тоже думаю, сейчас я приму душ и буду пользоваться уходом. Я вам желаю вот этих ощущений. Мне, честно, это очень приятные ощущения, когда ты пользуешься тем, что тебе нравится. Не обязательно, чтобы это было лапрери. Пусть у вас будут свои желания, чтобы они обязательно сбывались. Потому что для женщины это особенно нужно, это влияет на наше настроение и на то, как мы выглядим. Если это средство для волос или для душа, которое я тоже очень люблю, или кремы для тела. Я, кстати, хочу купить крем для тела, но я уже говорила, мне говорили, что он скатывается. Как-то мало отзывов я получила. Если у вас был крем для тела от лапрери, расскажите, стоит ли его купить и есть ли от него какой-то эффект. Ну, у меня пока в желаниях это кушон от лапрери, который у меня обязательно будет. Очень жду от вас обратных связей. Хочу, чтобы вы написали о вашей любимой линейке, именно про лапрери. Но если у вас какая-то другая любимая марка, напишите и о ней. Потому что у меня тоже есть другие марки. Это Evidence ДВТ, это Жель Сиокко, Елена Рубинштейн. Может быть, что-то забыла, но кажется... А, именно Артембеллер. Вот, все, теперь точно ничего не забыла. Вот эти мои марки любимые просто очень. С удовольствием всегда ими пользуюсь. Но здесь просто еще и упаковка роскошная. И мне очень приятно пользоваться. Главное, чтобы еще я увидела результат. Ну, все, я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Приятного дня или вечера. Что у вас там сейчас?